Приветствую вас! Вы достаточно мало написали о себе, достаточно мало мы рассказали о сути вашей ситуации, но даже из-за того, что я сейчас могу сделать вывод, что имеется ряд проблем, на которые вам пока что можно только указать. Первая проблема заключается в том, что произошел какой-то момент, который спровоцировал в вас желание, потребность замкнуться в себе от других людей, а перестать общаться с друзьями и родными и начать ненавидеть себя, свои поступки. И таким образом, первое, что вам нужно сделать, это то, что описать подробно ситуацию, которая у вас произошла. То есть, что случилось, что-то подвигло вас, почему вы перестали общаться со всеми людьми, за что вы себя ненавидите. Это первое. Момент, с которым все началось. Не зная момента, сложно как-то вам помочь вообще. Дальше. Дальше можно и нужно говорить о ненависти к себе за все свои поступки. Как вы думаете, даст ли вам что-то ненависть? Ну, вот вы ненавидите себя, корите себя, бечуете себя. А изменится ли что-то от этого? Вот попробуйте сами ответить себе на этот вопрос. Изменится ли что-то от того, если вы будете продолжать себя ненавидеть? На самом деле ничего. Потому что ненависть – это очень деструктивное чувство. Оно направлено на уничтожение себя. Уничтожение себя не принесет ничего хорошего ни вам, ни вашим родным и близким, которые вас любят и которые за вас волнуют. Теперь по поводу той ситуации, которая была... Определенно вы находились в каких-то условиях для себя, которые вам казались на тот момент таковыми, что при их совокупности можно было принять только одно решение. То самое решение, которое вы и приняли. И то самое решение, которое вам сейчас не нравится. То самое решение, которое вас сейчас не устраивает. За которое вы себя, по сути дела, ненавидите, там, и так далее. И вот в этом корень проблемы. Потому что вы ненавидите себя, скорее всего, за то, что в момент осуществления вам и не осознавалось, как негативное поведение. В момент осуществления вы думали, что вы поступаете правильно, разве нет? Скорее всего, я думаю, было именно так. Или, если неправильно, то, по крайней мере, единственным возможным для вас способом. И только лишь после того, как вы вышли из ситуации и стали вместо субъектного обладателя видения этой ситуации, стали наблюдателем, то вот, когда вы стали наблюдателем, вам раскрылась вот этот самый вещь, негатив, который теперь у вас есть. Но правда случается в том, что ваше восприятие себя и ситуации и себя в ситуации достаточно сильно изменилось. Изменилось настолько, что вам теперь открылись новые, разные, ранее не доступные вам, ну, например, возможные модели поведения, например, другие какие-то возможные там решения и так далее. Но заметьте, раскрылись они вам только после того, как вы перешли из статуса субъекта в статус наблюдателя. Одно без другого невозможно. Невозможно быть в качестве субъекта, то есть, когда вы принимаете непосредственные решения и при этом видеть все возможные решения и всю ситуацию. И, как ни парадоксально и больно, невозможно быть наблюдателем ситуации и при этом иметь возможность на нее повлиять. Это парадокс. Это парадокс, как бы, статуса ситуации. И то, что вам казалось тогда, ну, например, правильным или максимально верным, теперь кажется всего лишь на другим. И это нормально. И вот подобный парадокс, подобное, ну, несоответствие, если угодно, да, вам нужно принять. Потому что, если вы его не примете, то так и будете тратить свои силы, свои душевные силы, свои эмоциональные силы на ненависть к себе, а значит, на разрушение и деструктив, опять, себя же самой. Вот, пожалуй, то, что можно вам сказать пока из того, что вы написали. Информации мало, и разбираться с вашей ситуацией нужно более подробно, но пока можно сказать вам все именно так. Если какие-то дополнительные вопросы появились, обращайтесь в личку. Помогу, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи.